Субтитры создавал DimaTorzok Меня больше всего радует, что здесь все ведущие практически уже здесь. Это самое главное. Ну и самое главное, я бы хотел вам представить директора школы, потому что если бы не этот человек, то выясните, что у вас нет. Вы, может, потом скажете, когда все соберутся, мне кажется, что это будет правильно. В общем, еще бы я хотел поблагодарить особенно наших друзей «Глобальную волну». Есть такое движение очень интересное. И они сегодня нам дали возможность всю эту конференцию заснять и выложить в открытый доступ все, что здесь будет происходить. На мой взгляд, это самое главное, потому что то содержание, которое здесь будет, оно будет интересно многим. И я очень хочу поделиться им со всеми. Как вы знаете, я Игорь Итонченко, школовое мышление, Игорь Ильич. В общем, я на этом закончу. Игорь Ильич, а можно вопросы сделать? А ты у каждого спикера спросил, не против ли я не выложил? А-а-а. Если бы это было бы правильно. Да. Ладно, да. Я не против, я говорю. На самом деле, это серьезный вопрос, его надо обсуждать тоже. Я понял. Спасибо. Я не против. Игорь Ильич, ну вот видите, значит, Олег Порошенко точно не против. Я просто, Яшескин, да. Я прошу на будущее, это нет. Нет. Я понял. Все, спасибо, извините. Видите, тут даже что-то я ищи смешаю. Итак, Игорь Скильевский, прошу любить и жаловать. У меня просьба. Взять что-нибудь, на чем будете писать. Без разницы. Там ручки, бумагу, планшету там. Писать мне уже будет немного, но мы будем. Торс Clifford. Торс Clifford. Торс Clifford. А всем приходящим даже в просьбу взять что-нибудь, на чем мы здесь писали. Смотрите, мы сейчас сделаем очень забавную вещь. Я буду рассказывать сегодня про внутри корневого образования. В моем понимании следующий шаг после фундаментального. Дело в том, что будем интересно рассказывать. Нельзя. Почему? Я с радостью расскажу, пожалуйста. Нельзя. Я предлагаю сейчас пройти тот же путь, который я в свое время прошел с точки зрения постановки задач на создание модели образования. То есть, если создавать, надо понимать зачем. И для того, чтобы в эту сторону двигаться, я предлагаю сейчас следующую вещь. Я предлагаю каждому сформулировать для себя три слова, которые для вас отвечают на вопрос, как я хочу жить. Записать? Записать, да. Это обязательно существительные? Нет, нет. Как? Я хочу жить весело. И трусно. Без ограничений. Комфортно, без ограничений. Нет, наречия. Наречия. Как? А матерные слова можно? Все, пойдем. Только один слов, у меня нельзя. У меня нельзя. А всем хотящим даже самая просьба. Взять ручку бумаги и стомулировать для себя три слова, как вы хотите жить. То есть там. Крут. Интересно. Еще раз. У меня просьба, как сделать лишний раз. Поднимайте руки. Отлично. Отлично. Пришедшим та же просьба. Взять ручку бумаги. Ну или что-нибудь, на чем надо написать. Для себя записать три слова, отвечающих на вопрос, как вы хотите жить. Эти замут главы. Эти замут лава богат. Причем. Причем тут, слышу Mein大家都. Им ли это был! Когда вы хотите северñ? Причем он от r проекта. Эти замут лава и собрает давай на место погиб. Ну именно эти замут лава. Мы для себя немножко. Мы сейчас ждем немножко. Мы сейчас попробуем представить себе модель образования, отвечающую на вопрос, а что вообще говорить человеку нужно, что нужно освоить, чему научиться, какие качества, знания, опыт соответственно освоить для того, чтобы жить так. Ну, разумный вопрос, если мы хотим жить так, надо модель образования встраивать так, чтобы жить так. Кто еще не закончил? Никто не закончил. Кто закончил? А к остальным просьбам, позвучивайте свои списки. Открыто, импульсивно, честно. Хорошо. Одна сколько? Осознанно, позитивно, интересно. Осознанно, позитивно, интересно. Еще раз. Развитие преодолевая любя. Преодолевая любя развитие. У меня просьба. Так, если кто-то в процессе, условно, этого озвучивания найдет для себя какие-то слова более ценные, более интересные, чем записал сам, добавляйте. Так, еще. Ну, ты ты пальцем, а то все сидят и думают. Самоопределяйте, что я? Интересно. Как ты сказал, пора взрослеть, правильно? Интересно, дружно, космически. Вах. Космически. 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 Да. Счастливо, развивайся в любви. Счастливо, развивайся в любви. Я боюсь, что я из этого прекрасного ряда сильно выпаду, потому что я понял задание, как задание сказать того, чего мне реально в жизни не хватает. Ну, ты не знаешь, что я этого хочу, но я знаю, что это никогда не получится. Я хочу жить обыкновенно, спокойно и тупо. То, чего у меня никогда не получается. С моей точки зрения, это самая грубая, наглая ложь, которая здесь происходит. Я правда хочу, но у меня это не получается. Это чистая правда. Это на тему покойного только снится. Это витаминоз просто. Я тебя почти не знаю, но вот в моем понимании. Я бы к тому, что ты написал, добавил всего одно слово. Иногда. Мечта. Это мечта. Которая у меня никогда что-то побери не реализует. Приходи к нам и с тобой за собой эту правду запускай. Хочешь? Хочу. Приходи. Вот оно, турнивое образование. Да. Я все понял. Так. Кто еще хочет ответить? Ну, давай на теорию. Давай. Осмысленно-дроевого влюблевого. Осмысленно-дроевого влюблевого. Хорошо. Следующее у меня предложение. Ну, вот смотрите. У нас многое повторялось. Да? Повторялось интересно. Вот. Повторялось осознанно. Осознанно, осмысленно. Ну, то есть, разные вещи, но тем не менее. Вот. Повторялось любовь. Какая основная вещь, да? Это красиво. На самом деле, вот таких вот слов можно набрать очень много. Вот. Ну, на самом деле, не умничек. Я могу сказать, что, делая сборку той самой модели корневого образования, мы нашли три слова, которые, в моем, по крайней мере, понимании, не включают в себя то, что мы сейчас перечисляем. Я их назову. Чуть то же. Но, прежде чем их назвать, я вам предложу сделать следующую вещь. Для каждого из тех слов, которые вы сейчас назвали, придумайте и напишите, то есть, какие качества или какие способности, рекомендую в данном случае использовать слово способности, какими способностями вам нужно обладать для того, чтобы жить так. Ну, мы обычно делаем по 10, поскольку у нас сейчас время будет. Это немного, я прошу написать по-другому. Что надо сказать, способность? Качество не говорит, не способность. Не-не-не, способность делать что-то, как правило. А любопытство? Ну, любопытство, ну, это качество. Ну, в принципе, тоже способность. Любопытство, сейчас я формулирую через способности, это способность быть в состоянии интереса к куле. Как вариант. Но можно писать и стандартные термины, да? То есть, любопытство то же самое. Вот. При этом я предлагаю сделать следующую вещь. записывайте те способности, которые вам было бы интересно в себе развить. То есть те, которые есть на сейчас, они у вас есть уже, как бы вы узнаете. Если какую-то конкретную точку с тестом прокачать, то берете и пишите. На всякий случай скажу, что можно больше трех, если в процессе возникнет еще иди, а пока мы, соответственно, не будем. А я что-то себе. Какие у вас есть? Мне очень интересно, какую-то способность напишешь на слову. Пока не сбивайте нас. Хорошо. Это мы увлечемся. Пробеда. Субтитры сделал DimaTorzok Интересная особенность человека в том, что он чувствует, где мысли локализуются в двух темах. И это чувство отражается по направлению зрачков. То есть, грубо говоря, он может чувствовать, допустим, мысли где-то в этой части мозга, когда у него зрачки направлены наверх. Может чувствовать его где-то там, где он отклоняется. Это очень забавная вещь, когда практикуешь осознанность, можно это призывать в теле место нахождения той самой мысли. Игорь Ильич, откуда верно, что мысли вообще-то присутствуют? Я говорю ощущения мысли. У нас есть практика. У нас, когда какой-нибудь человек сидит и что-то долго думает, например, пишет какой-нибудь большой список, что-нибудь пытается. И в некий момент у него возникает ощущение затыкка. В этот момент мы задаем вопрос, у тебя этот затык где? А он сидит и думает, начинает это искать в теле. После некоторого опыта начинает говорить, у меня затык здесь. Мы берем, расслабляем конкретную мышцу, у него, соответственно, запускается поток. Он берет и пишет дальше. Может быть, сам так же и с самовнушением. Не важно, с чем это связано, важно, что это работает. Может, может быть, вопрос для идейных исследований. Кто готов? Кто пришел, пишите список. Как вы хотите жить. Напишите три слова, которые описывают, как вы хотели бы жить. Самые главные. Как правило, у рыб нет суп и у рыбов нет дедов? Надо задать контекст, чтобы вы управляете самоправо, правильно. Потому что с позиции биологической эффект будет совсем не четко, как с позиции биологической. Я говорю, что ты сейчас затык в какой части тела? Да, да. Это сейчас красиво. Ты какая правильность? Про рыбов. Про рыбов. Про рыбов. Я этот вопрос задаю, когда мы исследуем способность человека сделать вывод. Первый вопрос, который возникает, ответ, который возникает, то рыб нет зубов. И он, конечно, тоже не пройдет. Потому что правда не въедет. Потому что у некоторых рыб есть зубы, а у некоторых нет рыб. Поэтому, смотря на этих рыбах, вы говорите о каких зубах. Так, кто готов? Кто готов, может мне пока какие-нибудь вопросы задать? Георгиевич, на какой вопрос ты не можешь ответить на первый вопрос? Не знаю. Я пока не встречался, а не встречал какого вопроса. Ключевой вопрос на какой... Ключевой вопрос... Нет, я ответил на твой вопрос? Я не знаю, на какой вопрос я тебя доставлю. Я могу назвать много вопросов, на которые я не могу ответить правильно, а ответить в принципе я могу на какой вопрос. Хотя, с другой стороны, я могу сейчас придумать вариант такого вопроса. Я не могу ответить на вопрос, который задан за пределами моей сенсорной системы. Какие ты рассказывал? А то же. А вот там еще и диссертация моей сенсорной системы. После изучения надо. Игорь, кто сейчас занимается в команде корневого образования? Сейчас шесть человек в команде корневого образования, они все не полторы, не известные, не все прекрасные. А с Игорем куда дальше? С Игорем совместно. С Игорем, с Игорем Германом. Наблюдая вас, вспоминаю одно характерное свойство из нейрофизиологии. Есть такая особенность человека, называется синхронезия и синтонина. Совместное действие, совместное напряжение. Люди иногда для того, чтобы удерживать внимание, это нам напрягает. Ну, допустим, для того, чтобы удерживать взгляд, иногда там люди удерживают челюсти. Вот. Или типичная привычка, например, у детей, для того, чтобы, соответственно, удерживать внимание, делают так. Держив внимание челюсти. Учитель перед плюнь. Ребенок плюнул все внимание, потерял, он ничего не видит. Кто готов? Так. Кто пришел позже, написал три слова, но еще не знает следующую задачу. Следующая задача очень просто. На каждое из своих слов написать по три способности, которые нужно для того, чтобы так же. писать рекомендуется способности, которые сейчас мне освоен или которые хочется развить себя. пойти. Артем. О mots. Продолжение следует... Мы когда недавно проводили наши осенние выезды, выезды в «Колубу Радость», мы как раз с моделью краневого образования, мы на неделю погружали людей в условия, когда у них как бы есть три пространства, в каждом пространстве есть какие-то возможности для их соответствующего развития, и нет никакой жесткой программы. То есть никто никого никуда не гонит, невозможно заранее сфокусироваться, что ты приближешь туда по какому-то времени, никто не пинает, никто не... Опыт показал, что первые два-три дня людей ломают. Ну, потому что нет никакого организующего процесса. И самым ценным для нас свойством, что мы как мастера делали, это... Точнее, самым ценным действием, которое мы делали времен, было то, чтобы вы держали паузу. Вот. Мы ждали, пока человек включится сам. Вот. Правило, через те самые два-три дня человек ломко прекращается. Он самоопределяется. Вот. Он говорит, так, я сейчас иду сюда, сюда, и дальше процесс идёт. Вот. Интересный эффект, который мы здесь заметили, это то, что, например, родители приехали заниматься со своими детьми созиданием. Детьми они не занимались, созиданием они не занимались. Они ушли в пространство тела и существо движения, а в течение недели настраивали собственное тело. Ближе к концу недели они начали заниматься, чем другие. Дети в этот момент отлично занимались созиданием, играли там, что-то там, шили, рисовали. На то же самое там тело приходили, танцевали. А родители очень конкретно с собой. И это правильно. У нас были... На самом деле их было... То есть их было три, но там каждое было совмещено. Первое пространство, это было пространство тела, чувства и движения. И оно было совмещено с пространством поздания и ясности. Второе было пространство созидания, инженерии. Вот. И оно было совмещено с пространством мышления, осознанностью крови. Вот. А третье было пространство любви и дружбы. И оно было совмещено с пространством... целостности. Кто готов? Да, я предлагаю двинус. Та же самая просьба. Поозвучивайте, пожалуйста, свои списки. То есть называйте слово, характеризующее жизнь, и говорите, какие способности вам для этого нужны. Я хочу жить интересно, вам уже сказала, любопытство или, как бы сказать, в состоянии интереса. И видеть новое, старое. То, что хотелось бы мне. Насыщенно. Насыщенно у меня здесь развивать себе иностранственное мышление, художественный вкус, иностранный вкус. Хороший слух. Умение читать людей. Ну, я смысленно. Это научиться правильно рефлексировать правильно именно то, что мы говорим для своих поступков правильно правильно. анализ ситуации. Да. Хорошо. Первое было интересно, это способность задавать вопросы. Дружность, способность обмещать в себе судьбы людей. Космические способности отберлить. Отлично. Так. Ну, переходите в состояние эшкадрала. В полет. Отлично. Хорошо. Еще. Озвучь, пожалуйста. Мне очень интересно, что это написано. Ну, поскольку у меня исходная группа была, ну, в общем-то, это по-одно. И так, я сказал, что я очень хочу того, чего мне не хватает, сообщаю тем, кто пришел позже. И я велки такие вещи, это без дураков по-настоящему. Я хочу жить... Я действительно мечтаю, хотя бы иногда, жить обыкновенно, спокойно и тупо. Надежно. Сказал. Повторяю. Обыкновенно, спокойно и тупо. Вот то, что сказал я. Я сейчас не про вас, я про себя. И способности, которых мне для этого отчаянно не хватает. Способность принимать себя никаким. Способность не увлекаться и не влюбляться. Способность к смирению и послушанию. Способность принимать мир и людей в их несовершенстве. А надо было женщины родиться. Супер! Браво! Во мне не хватает способности быть женщиной. Браво! Я выдавлю вердыну то, что сейчас прозвучало. К нам входит парень, который долгое время двигал по России военную статью. Большой этот проект. Ездил по огромному количеству воинских частей. Соответственно, просвещал людей. Рассказывал, как это можно организовать с точки зрения в данной жизни. Люди реально не слышат в любом пространстве. И вот он у нас на прошлой неделе сидел в течение дня и ничего не делал. Он просто сидел. Там можно было действовать, а он ничего не делал. Ну как ничего не делал? Ну где-то с детьми поиграл, где-то еще что-то. Готового активного действия копать-копать-копать не было. Он говорит, я бы себя раньше убил за это. Вот эта потребность в непрерывном движении, она хороша. С одной стороны. С другой стороны, если мы посмотрим, опять же, с точки зрения нейрофизиологии, функциональной модели человека, есть комплекс на функции удержания. Способность удерживать взгляд, удерживать внимание, удерживать действия. Эта функция, она запускается в родовом процессе, и запускается она каким образом. Когда человек проходит родовые пути, у него идет нагрузка на спину и позвоночный стол, в этот момент они прописываются в нервной системе, автоматизированном управлении спиной. Через это запускается функция удержания спины. А у кисаренка, например, не запускается, поэтому у любого кисаренка в школе видно вот на такой вот позе. Можно возразить на кисарена, которые прекрасно сидят. Дело в том, что эта функция может быть запущена позже. А дальше работает очень простой принцип. Человек держит спину, держит голову, держит голову, держит взгляд, держит взгляд, держит понимание, держит внимание, держит действие, держит дело, держит слово. По-русски это называется воли. Вот. Дефицит функции удержания в жизни проявляется в неудержимости. В моем понимании, все, что ты с вами рассказал, я вам раскрою. Но удержание это тоже усилие. В данном случае это тоска по расслабленности. Вот когда ты отдаешься какому-то потоку, спокойно и нормально в этом потоке позволяет судьбе быть? Никаким. Ну, собственно, буддизм весь проект. Для этого нужно уметь удерживать себя в спокойствии. Хорошо. Еще поозвучим, пожалуйста. У меня, ну, где у нас связано, было осознанно, позитивно, интересно. Что не хватает? Умение концентрироваться на цели, не распыляясь. Так. Удерживать цели, конечно. Умение удерживать цели, да. Любовь к себе. Прекрасно. Вот. И способность жить здесь и сейчас, ослаждаясь текущим моментом. Хорошо. Еще небольшой вопрос. В русском языке отлично в самом языке заложена функция жить здесь и сейчас. То есть, например, слово я был, да, это прошедшее время, да. А я смел, это я каков. То есть, настоящее время. А построены они одинаково, на самом деле, структурно, да. То есть, у нас в языке прошедшее время отвечает на вопрос я каков. Часто. Я был, каков, да. Я ходил, я каков, да. То есть, оно описывает состояние сейчас, относящееся к пройденному этапу. Так. Еще. Кто еще хочет обучить? Хорошо. Как ощущение от сделанного? Задумчиво. Что? В итоге задумчиво. Много мыслей. Наши жизнь продолжит. Неожиданно? Да. У нас там этого еще. Так. У кого еще как ощущение от сделанного? Попробуйте сейчас сформулировать, какие ощущения сложились. Самоанализ. Самоанализ это не ощущение от процесса. Ощущение? Ага. Что? Бессмысленность. Угу. Отлично. Тоска по процессу? Нет. Тоска по процессу? Нет. Тоска по тому, что понятно, что нужно сделать. А для этого что нужно сделать? Отлично. Вот сейчас я задам вопрос. Попробуйте для себя вот это вот сейчас сформулировать, не записывать. Просто для себя сформулируйте вот это вот самоощущение, которое вы выражаете просто мысленно. Можете еще подозревать, если у кого-то есть? Да? Заинтересованы? Заинтересованы. Отлично. А сейчас я вам предложу сделать очень простую вещь. Вот попробуйте сейчас найти, где у вас это ощущение в теле. В руках, в ногах, в голове, в спине, в шее, в тазу, в лице, в глазах, в плечах, в груди, в животе. Где? В груди где? Так, хорошо. Еще. В плечах. В плечах кайсток. Расстрелиться. Что? Расстрелиться, почувствовать себя самоузольной незаписанностью. Иди сюда. Это и я? Можно яга? Чтобы предпечать надо поставить сумку в руки? Здесь плечо? Так, радуй пациенту. Сейчас. Двигайте вот эти мышцы. Какие мышцы? Лечевые. Лечевые? Отлично. Теперь смотрите. Плечи назад и дверь. Вверх, вверх, вверх. Выше, выше, выше. Ушам, ушам, ушам. Реско опустите. Так, как ощущение? Медленно, медленно. Отпускайте. Отпускайте. Можно, можно. Отпускайте. Отпускайте. Хорошо, спасибо. Так, ощущение? Нормально. Ну, вот здесь все равно в голове осталось. В голове осталось шлей. Ну, вот напряженность после всех того, что тут говорят. Тебя тоже это волнено. Хорошо. Можно я вам голову потрогать? Пожалуйста. Так, где хочется что-то? Объедините пальцы. Здесь. Там трудно. Там трудно? Да. Ну, образование строим? Да. Как ощущения? Ну, более так. Как? Легкость накачивает чуть-чуть возникнет. Ну, не настрой. Где еще? Ой. Не знаю. Ну, ткните пальцы. Есть ощущение, что нужно еще? Или хватит? Ну, ощущение тут легкости, а в душе как бы все. В этом напряжении чувствует. Знаете почему? Вот я сейчас скажу, что вот я чуть задержалась и поставила. Ну, вот согласно с вами на 100% остановиться, тупо ничего не делать, ни о чем не думать. Это серьезно. Ну, потому что мне уже, извините, 70. А я все несусь и несусь и несусь. Вы нас обманываете, это не хорошо. Вас продает. Вам 40. В этом напряжении чувствует. Вот. И сейчас вот. Вот. Наверное, не волнусь синим. В волнусь синим. В волнусь синим. Человеческий. Важно понимать, что у вас ощущения там телесные. Да. Не все равно там начинается. Да. Не могу расслабиться. Плечи. Меды. Может это эффект? Еще, еще, еще. Поднимайте. Еще, еще, еще. Можно, можно, можно. Еще выше, 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 выше. Ушам, ушам, ушам. Дальше. Медленно отпускайте. 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 Еще раз. Плечи назад. И резко отпустить. Сейчас. Так. Еще раз. Вперед. Вперед, вперед, вперед. Не медленно отпускайте назад. Нет. Быстро опустите. Еще раз. Вперед. Не медленно отпускайте назад. Назад, назад, назад. Хорошо. Так. Отпустите. Я в последнее время замкнулась на своей семье, и вот я сижу сейчас перед вами, у меня волнение не проходит, абсолютно, потому что неожиданно эта тема, а во-вторых, единственное многое, я вообще волнуюсь уже от этого, а вообще не же ты, что себя попала. А можно спросить, а почему у вас такие глаза сейчас счастливые? Вот глаза, в которых совершенно нет ни спуга, ни напряжения, вот просто я вижу перед собой человека с абсолютно счастливыми глазами и счастливой улыбкой. Ну я могу сказать, потому что я вырвалась из этого русского круга, и могу посвятить себе, и пообщаться с людьми, которые вообще давно забыла, когда в последний раз у вас были. Потому что в последнее время действительно у меня действительно работа, дом, семья, вот. у нас нет спорта в команде, норма настраивания другого тела. Нам интересно быть в состоянии лёгкости. Забавно, у меня есть такой тренинг проявления себя, когда люди отвечают на вопрос, кто я. Много раз. Вот здесь есть в меньшей мере Лена, которая его проходила. Там человек пишет ответ на вопрос, кто я, и часто ищет, как этот вопрос отзывается к телу. И практически всегда можно найти, где тело дает реакцию. У нас очень смешно получается, то, что мы навешиваем на себя какие-то задачи, которые, соответственно, берём не свои, а тело включает защитные реакции. Оно мышцы сжимает, оно гормоны выделяет, соответственно. Причём до смешного, да? То есть, например, пишет человек список задач своих жизней, которые у него есть. Ему говорят, вычеркни, которые не твои. Он горёт на них, смотрит и говорит, ну, это всё-таки моя задача. Давайте я его как-нибудь переформулирую и по-другому скажу. Смешно, да? Уже смешно. А у меня был очень такой показательный случай, когда она потом внутри видела девушка. Она сидела, и она всё сделала для того, чтобы вычеркнуть вот эти вот задачи. Так вот, через пять минут такой практики у неё началась тошнота, у неё жёстко заболела голова, её скрючило всю. Я говорю, вычёркивай, вычеркну, всё прошло. Ну, вот, вот. Это правда, у меня тоже не болело голову. Вопрос. Вот мы с вами всё вот это вот сейчас проделаем. Как вы себе сейчас представляете модель образования? Каким она может быть? Исходя из того, что вы можете? Да. Отличная версия. Так, ещё. Я предлагаю исключить из ответа слово «ребёнок». «Осознание цели, которое происходит, и знаешь, что ты к ней делаешь?» Ну, в смысле, пойдём. Вот, допустим, я много чего хочу, но вот я это привлекаю. Так, хорошо, а образование-то как должно быть? Как научно, чтобы это сложилось, случилось? Ну, у меня сейчас… проявилось слово «диалог», в смысле «диалоги самим с собой». Ага. Хорошо. Ага. Ещё версия. Образование с таким подходом, каким оно может быть? Сначала нужно быть профессиональной нафиг, а сначала нужно научиться учиться. Хорошо, научиться учиться члены. Получать информацию. Работать с этим. О чём? Всё обо всём. Всё обо всём, а то на всю жизнь. Но исходя из того, что вы говорили, нужно понимать, что ты действительно хочешь, и действительно это твоё. Задача, как вы говорили, задача, которая сделает твою. Которая тебе действительно нужна. Да. Цель парадом. Так, и чё? Цель парадом. Цель. Цель. Откуда их взять? Из семьи. Угу. Так, опять ребёнок. Так, хорошо. Ещё версия. Из опыта. Из модели 9-ти. Из опыта. Один из моих любимых тестов. Возьмите сейчас вот, пожалуйста, какую-нибудь руку себе. Подвигайте пальцы. Подвигайте, да? Теперь у меня просьба. Вот положите руку и сформулируйте её, да? И второй рукой покажите, где находятся мышцы, которые вы двигали пальцами. Мышцы, которые вы двигали пальцами, находятся где? Здесь. Кто? Точно знает. Отлично. Кто не знает? Сколько у нас человек, на что с которым не знает? Кто не знает, но руку не поднял? Кто не знает? Если я не знаю, я или не знаю. Если я не знаю, я или не знаю. Ты знаешь, как и мышцы, как и мышцы пальцы? Я не знаю, знаю ли я там. У меня есть предположение, наверное. Предположение? Но предположение. Для мышцы, которые движутся пальцами. Которые движутся пальцы. Это во-первых, много мышц. Ну да. Ну, да. Правильно, правильно. Я вот эту штуку, этот вопрос часто задаю. По моему опыту, людей, которые не способны показать эти мышцы, которые двигают пальцем, набор мышц, это половина. А это своя рука, мужчины, женщины. Неважно, мужчины, женщины. Мужчины чуть чаще. Эти мышцы там основные рабочие. Женщины лежат. Отсюда вопрос. Скажите мне, пожалуйста, сколько времени... Вот учились в школах, в вузах. Скажите мне, пожалуйста, сколько времени во время обучения в школах, в вузах текущей в этой системе образования, вы вложили на изучение себя? Сколько? Слеза. 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 Можете мне назвать один какой-нибудь предмет, на котором вы изучали себя? А дополнительное образование? Ну, хорошо. Сколько времени дополнительного образования вложили на изучение себя? 8 плюс 4. Что? 8 лет плюс 4. 8 лет танцев плюс 4 минуты. Расскажи мне, пожалуйста, на танцах что ты изучала в себе? Слеза. Пишину. Эмоции. Ну, свои способности соправлять подъявленность. Координации. Разновидение. Своеспособности. Ну, вопрос. Ты осознанно изучала закономерность или ты училась этим в обществе? Эмпирически. Эмпирически. Да, вот этот момент инпуитивный. Осознанно изучение себя. 15 лет последних. 15 лет. Ключевое слово последних. У него вот этот момент очень нравится. У нас показа. Я прошла. У меня это было. Система там возражений и так далее. Там идут, чтобы ты был здоров, чтобы ты был счастлив, чтобы ты был свободен и так далее. И так далее. Что нужно для этого делать? И это идёт в первую очередь от того, чтобы делать любить себя. И даже изучать своё дело. То есть, говорить себе слова. То есть, это очень сильное, любимое, красивое и так далее. И сейчас опроснесёшь свой адрес. То есть, каждый день изучать своё дело. Чувствовать его. Пощупать его. Потому что, в последний раз, когда вы писали, в ногу пора самая. Но это вообще вот так. Это знает, что в этом случае. Мы не станем просто. Ох, не смей. Понимая сеть. Ну, а на чем умеет? Что и делать? Да. Мы изучаем на анатомии своё тело или какое-то абстрактное тело на картине? Абстрактное тело на картине? Скажи, пожалуйста. Изучаем на анатомии, как двигают твои суставы? Как работает мышца? Хорошо. Задам вопрос. Очень простой вопрос про анатомию тела человека. Как вы думаете, насколько мы можем видеть вправо-влево без поворота головы? Ну, с поворотом зрачков. То есть, насколько широко можно видеть? Да. Сколько? 60? Да. Сколько? Ну, а сколько? Я знаю. У меня уже 30. А уже? Я по поводу не хочу. Ну, что, по поводу. Сейчас по поводу. А почему? Значит, подuluешь. Здесьlia't. Здесь. Мы сказали прям. Нет, нет. То есть, с поворотом зрачки? Здесь. Возращался, что поворотчик всегда сильнее. Здесь? 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 Нет. Здесь вниз. Вы Spotify? Да. периферили вот здесь градусов здесь градусов 200 нет, я имею ввиду я имею ввиду и вот теперь вводят медицинский конечно, конечно а сколько вообще возможно насколько может быть большой результат кто еще хочет на себя попробовать проверить простые же вещи делать здесь 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 краще можно посмотреть это называется мы себе за уши нормальный угол зрения для человека нормы это градусов 240 я знаю двух человек, у которых 270 ну то есть реально 90 градусов назад а при этом что характерно во всем этом диапазоне зрения читать может то есть я вот здесь вот сейчас вот так вижу ясный свой палец при том, что на самом деле это тренировано то есть для меня раньше попытка смотреть туда вызывала жесткую головную боль ну вот всего хорошо я вам предлагаю сделать следующую вещь сейчас попробуйте взять и написать некий список предметов которые вам хотелось бы включить в модель образования ну ну как бы дисциплин исходя из тех моделей которые мы сейчас попробуем выставлю фокус попробуйте представить что это такая лаборатория себя для себя для себя ну имеет ли смысл делать систему образования для детей если мы это сами не освоим у нас очень простой принцип приходит какой-нибудь родитель и говорит я хочу чтобы ребенок умел заниматься созиданием я ему говорю на тебе риск бумаги, рисуй игрушку, бери делай ребенку не мешай, он сам все сделал принципиально мы делаем семейный клуб к нам приходят люди соответственно приходят строго совместно родители с детьми и это принципиальная позиция потому что хочешь чтобы ребенок был счастлив включись этому саму дети умеют отлично зеркалить они воспроизводят то что мы делаем если родители счастливы или тот же самый принцип как сделать чтобы ребенок освоил созидание мне больше всего нравится принцип какой я делаю то что нравится мне и разрешаю детям в этом участвовать итак список предметов попробуйте составить список предметов которые можно было бы включить в модель образования исходя вот из той модели которую мы сейчас с вами попробуем их пощупать пишите те предметы которые вам было бы интересно освоить для себя в своей жизни в своем области пока пишите предмет и введу такое понятие корневая способность на которой держится собственно жизнь человека деятельность человека ну например можно осваивать физику а можно сначала освоить исследовать изучить способность познавать изучить как она построена на уровне рефлексов как она построена на уровне алгоритмов как мы ее применяем посмотреть как это все применяется к разным задачам когда это способность применить ее к разным темам к разным областям а она интуитивна но есть вот разница мы можем что-то делать интуитивно а можем делать осознанно и это дает принципиальную разницу в могуществе в том, что человек может ну например, раньше самолеты строили интуитивно пока их строили интуитивно они интуитивно металли метров в стопе когда это строили интуитивно в том, что братья Wright начинали свои эксперименты с того, что сделали первую в мире и обдували свой самолет очень много раз прежде чем обдували я соглашусь понятие нет, я соглашусь но важный момент они шли к этому действию через эксперимент они не знали допустим, какая форма крыла будет наилучше они представляли это они интуитивно попробовали посмотрели, какая это работает а дальше пошло строение закономерностей и вот знание эти закономерностей это позволяет строить те многотонные машины, которые сейчас летают. То же самое в жизни, если мы знаем закономерности мышления, характера. Если мы знаем, как характер, например, настраивать, если мы знаем, как настраивать мышление на уровне закономерности алгоритма, если мы понимаем, как настраивать собственное тело, это даёт огромное количество возможностей, которые... У нас есть возможность это освоить и не пользоваться. Пишем пример. Перейду еще в несколько примеров корневых способностей. Способность осваивать новый инструмент. Способность чувствовать состояние собственного тела. Способность регулировать состояние работы собственного тела. Вообще настраивать работу внутреннего. Вышление. Способность ставить вопросы, находить на них ответы, преобразовывать ответы решением действия. Это одна из моделей. Понятно, почему это существует. Воля. Способность удерживать себя в пределах дела круглого. У нас осталось буквально две минуты. У меня просьба перечислять некоторые предметы, которые сейчас записаны. А где человек, где я? Себя забыли. То есть, смотрите. Хорошо, пусть. Приложено к себе птицы. Так, хорошо. Меропсихология и гормональная химия. Меропсихология и гормональная химия. Тело зацепили тут. Я все ждал, когда будет. У меня просто взглянули список отдельно по психологии и отдельно по физиологии. Не дает предмет. Должно считать. Вот. Собственно, я сейчас на этом остановлюсь. Мы сидели, вот эти самые списки составляли. Я могу сказать, что вот той деятельностью, которой мы с вами занимаемся сейчас, мы при построении модели горнирового образования занимались 8 лет. То есть, выстраивая на самом деле, то есть, какие способности нужно человеку поставить, что вообще, чем человек в собственной жизни не может управлять, а чем не нужно управлять. А что нужно осознавать, что нужно раскачивать. Есть достаточно хорошая, красиво выставанная модель. И напоследок я обещал, я скажу те самые три слова, которые мы взяли в основу модели. Так вот, в нашей модели, на верхнем уровне, то есть, можно сказать, что мы выстраиваем модель образования, освоить, которому человек сможет научиться жить счастливо. А счастливо в нашем понимании, да, три тех самых слова, которые мы берем в основу модели, звучат так. Радостно, наполненно и плодотворно. Радостно, в любое время, в делах, в семье, в отношениях, в себе, с собой. Практически все время. Вообще, у нас основной показатель качества жизни, это интеграция радости за время жизни. Наполнена, опять же, наполнена финансами, наполнена энергией, наполнена процессами, смыслами. И плодотворно, опять же, во всем, в детях, в том, что мы делаем, там, своими руками, в том, что мы даем миру, в той радости, в которой мы берем все. Все? Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ